итак дорогие друзья всем большой привет здесь у нас есть крупнейший представитель российского вейпинг-сообщества на ю-тубе правильно я тебя дозвол не знаю наверное и здесь я бы очень хотел на самом деле поговорить с алексом здесь решить кто из нас на мой взгляд обучились что мы сейчас тренажерку пошел на мой взгляд он очень занят вопросом бьется нет и объемы надо изменить джонни какого роста у тебя ковбой это очень многозначно какого роста у тебя ковбой и я спиннером нанял смотри на мой взгляд на мой взгляд вейпинг катится в тартарары 2016 он хайпанул а сейчас он переходит в обыденную тему я понимаю что тебе нравится но как ты думаешь это пойдет дальше на спад или это все также останется вот сейчас как и есть типа на обыденном уровне он же не падает он выровнялся это всегда так когда из гиперспрос я почти уверен что было кривая 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 оп и выровнялся там почти ну да так и был рост вот в одиннадцатом месяце шестнадцатого года потом пошел спад каждый месяц двойкратный сейчас по идее выровнялся вот это можно посмотреть по статистике подписок самых крупных каналов по вейпингу на ютубе вот очень видно прямая зависимость активность аудитории то есть как бы мы ни старались мы делаем не популярный формат мы делаем формат узкоспециализированный для субкультуры типа не 100 слоев хуев да 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 как бы увы и ах не получится так поэтому да как следствие типа прямая зависимость если рынок сосет то совсем мы вместе с рынком смотря как в первых рядах не а как ты думаешь если у нас вариант вообще полностью отсосать я вот у него спрашиваю этот вариант есть но реально не в этом бизнесе не на самом деле вот как ты думаешь можно не прокатит не 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 я сомневаюсь что этот рынок упадет она сомневается уже сомневается этот вопрос можно решить вейпинг будет жить ну души же в америка сейчас там вообще друг друга бьют баке он даже душа ты чё закон и все дела смотри какой москит объема суть в том что в америке миллион за вход на рынок и нормально делаются жишки мне американцы пишут мне чтобы мы сделали обзор присылают линейки пока говнище но они стараются то есть ты думаешь что например на ближайшее время в принципе об этом вообще не стоит парень элитарный рынок чем более он закрытый тем больше все его хотят и чем закрытие культура чем сложнее войти в бизнес тем как бы все будет окей потому что складах все есть сейчас все закроются кто-то не выдержит магазина станет меньше спрос увеличится перенасыщенность закончится китайские игрушки перестанут естественный отбор гаражами да и пойдет нормальные девайсы пойдет качество китайцы уже выходят на рынок китайцы ходят берут покупают у всех образцы для того чтобы склонировать для того чтобы понять технологию для того чтобы понять качество для того чтобы понять то есть они стоят возле стены минут 20-30 смотрят сколько людей взяло надо взять надо посмотреть а что это не уберут к нам же так не подходит жишки пробуют ходовые смотрят посмотри вот насчет выставок вот у нас буквально неделю назад был global и сейчас был в айп-экспо я не буду задавать вопрос какая из них круче я могу сказать так что на обеих было так себе народу самих стендов много а в айп-экспо крутое global поменьше а вот по народу типа народ насытился или просто две выставки рядом по мнение народа вот держит гоупроху в зубах чё поделать когда накопил только на гоупроху с обедом я видел такое крепление для гоупрохи у ларина и сразу же шкет а там типа писюн наверно наверняка писюн с капой просто так вот не надоели ли выставки народу а народ говорит что выставки не надоели потому что можно прийти купить все сразу весь комплект я и лучшие аккумуляторы дешевле и зарядник комплект сажены мотации попробовать и все эти сделают профессионалы которые в культуре это ценно это выставка ярмарка от людей которых разбираются но так такого нет пример я даже примеров дать не могу то есть когда у ярмарка чурчхела где-нибудь это чертела это гида ты понимаешь то есть ярмарке чурчхела не будет всей цепи там не будет людей которые прямо здесь делают те люди которые учат делать те люди которые делают потому Потому что все будут жлобить свой рецепт. Да, да, да. А здесь вот, пожалуйста, бери, смотри, вот тебе, Жужо. Ты можешь выбрать себе, все, стартовый комплект. Представь, что выставка машины, где присутствуют производители подушек безопасности, резины, тормозов, стекол, фурнитуры, мотора, радиаторов. Да, вот у каждого стоянка их много. И ты можешь собрать себе идеальную машину. Я говорю, хочу кузов. И уехать на ней. Да, 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 и уехать на ней. Ну, по факту, да, здесь получается так. Ты выбираешь себе кузов, обивку, мотор, выход, звук, саниживаешься, дядя, ты, сучка, подвозька. Сразу полоски вырастают на штанах. На выходе, правда, Лада Колейна, но хуй с ним. Блееет. Посмотри, у меня к тебе вопрос. Ты без камеры. Да. Но ты здесь. Да. Ты здесь просто отдыхаешь или тебе интересно? Во-первых, мне интересно. Во-вторых, я знакомлюсь, я общаюсь. Меня здесь ждут. Я говорю, ну, Ач, поснимай. Да, блин. Я тоже вчера говорю, ты типа, ну, чего не снимаешь? У тебя есть GoPro, ты что, конченая? Она очень стрёмная, она битая. А она стрёмная, она... А снимает как новая, да? Нихера. Она пар не выдерживает вообще. Я уже пробовала снимать одну выставку. Она просто нахер всё. То есть ты типа, просто пришла потусить и себя показать? Познакомиться, пообщаться, найти контакты, что-то взять, с кем-то поговорить, у кого-то взять. Короче, всё будет хорошо пока что. Надо забывать у кого брать. Правильная мысль? Я забываюсь, как правильно выражаться, чтобы мне понимали без подтекста. Так вот, всё будет хорошо. Всё будет хорошо. Global Wave, как бы я их не любил, какие-нибудь не были няшки, медийно соснул, потому что... Ночи многие отказываются, мало стендов. Потому что... Просто драчь, несут стол, блин. А выставка-то потихонечку съезжает. Ну, типа он не выдержал конкуренции, потому что когда там за несколько дней до выставки переманивают всех сюда для того... Ну, типа по хорошим ценам, по гораздо более лучшим ценам. Ну, скорее всего, это слухи. Я ничего не утверждаю, но типа... И люди съезжают легко. И ты приходишь, и ничего нет, полупустой Global. Почему это, да? Ну, потому что, когда с 40 компаниями говоришь, бесплатные стенды, бесплатные стенды... Хотите немножко бесплатных стендов? Чуваки, да. Тем более, когда у соседей за миллион. Да, 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 да. Ну, типа да, 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 да. Хотите. Всё, вкусные места. И людям здесь больше нравится, больше вариативности, больше выбора. Там хрен, что найдёшь было. А здесь представлено всё. Китай, Европа, Америка, всё, оригиналы, клон, чё хочешь. Ну, ты согласен на то, что там организаторы красавчики, но выставка не получилась? А здесь выставка получилась? Нет, здесь получилась выставка, но организаторы, они напряглись. Прям видно, как они напряглись. Они сделали всё по чёткости. Они прям максимум всё. Есть на что посмотреть. Они реально, вот, конкуренция нужна. Поэтому я хочу, чтобы глобал был на площадке поменьше. Чтобы он, знаешь, может быть, чем-то средним, да, и потихоньку набирал оборот. То есть у нас есть, типа, ярмарка, грубо говоря, Бабилона. На самом деле, меня больше всего бесит народ. Типа, ну, блядь, это ТВП-экспо хуже, чем там шоу, хуже, чем это. Вот китайца Завтофой сидел сейчас. Да, и говорит, типа, этот павильон меньше, чем был зимой. Я говорю, в смысле? Он говорит, ну, вот там, типа, стоит, ну... Ширм был зимой. Может, не надо столько жрать? Нет, я говорю про то, что он с этой стороны был раньше отгорожен. А, да, ну, блядь, наверное. Ну, нет, ну, это молодцы. Народ зажрался, короче. Ну, да, это безусловно. А надо людей удивлять, они же хотят, чтобы их удивляли. Типа, чтобы тут Аллегрова пела. Да, удивительно. Каждый раз что-то новенькое. Чтобы, понимаешь, чтобы Филипп Петросович с Биланычем тут друг другу полировали. Или мехмоды, ну, там, как пойдет. И, типа, да, вот, и такое шоу закрыто. Типа, я видел что-то новое. Ты бы вписалась в такую хуйню? Ну, чисто, чтобы поржать. Тебе бы не было места поржать. Вот он не я сказал, я здесь причем. Вот, смотри, вот, кстати, хотелось так же прокомментировать. Я просто смотрел, ну, типа, после Global Wave, все дела, т-д-т, типа, ты так говоришь, тебе скучно было все. Нет, мне не было скучно вообще. Как это может быть? Вот смотри, вот я что-то делаю. Да, вот у меня, у меня два меха на этой выставке представлено. У меня мерч. У меня жижа. Понимаешь, мне здесь тоже не скучно. А вот на Global было тяжело. А там у меня было то же самое. У меня ничего. Чтобы тебе было не скучно, нужно что-то делать. Вот. Но, типа, вот брать... Мы пытались. О, нет, тебе нужно, знаешь, тебе нужно не пить пиво, да, а брать такие интервью 24 на 7. Пидор. Тогда я охуею. 24 часа интервью челлендж, блядь. Вот реально, вот при каждой удобной возможности надо брать, да, на неймдропинг, да, чтобы написать, мошкинг бархатная ночь, да, да, всего. Потому что, чуваки, я видел такие каналы на ютубе, вот, которым дается шанс, да, типа, подходят ко мне парни, сними, пожалуйста, интервью с нами, у нас маленький канал, то-то-то, я говорю, хорошо, но придется потом въебывать. Следующий видос должен быть очень хороший. Ну, типа, не хуже. Ну, типа, да, вот. Они берут интервью, на интервью 90 тысяч просмотров. Дальше 50 видосов, 200 просмотров, 300 тысяч. Никакой картинки. Для этого они постарались. А дальше ни превьюхи, ни названия, ни о чем... Не заморачиваться. Ну, это мы уже в блогеров ушли. Мы здесь про вейпинг разговаривали. А вы, это часть культуры, а выставка, нет? Это же все, секунду. Это же, это все, часть всего. То есть мы, это же звенья, все взаимосвязано. Мы, что ты? Просто часть корабля, часть команды. Да, 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 да. Звезду такую. Нет, смотри. Если по моим подписчикам можно оценить рынок. И ты, я реально, я звоню, дайте выкладку по продажам. За каждый месяц смотришь. Оборот растет. Упал, ровный. Вот это, ну, понятно. И все. Вот, и, ну, ну, блогинг, да, он такой. Все взаимосвязано. Это, это, это нишевый сегмент всего. Ну, поэтому надо фигачить. Надо фигачить, чтобы было хорошо. Главное, чтобы дальше не падало. Нет, на самом деле, может. Сейчас, ты же понимаешь, есть кретины. Они такие, что это все равно не берут. Я знаю, сколько стоит все это говно. Цены. Вот сейчас цены на все, что есть, можно уронить в три раза. Себестоимость, если посмотреть на себестоимость, можно. Себестоимость. Себестоимость. Чтобы люди за бесплатно работали. 18 процентов. Нет, включено. Сто миллилитров жижи стоит 60 рублей. Любой. Любой. Американской. Это прям максимальная цена. Я бы за такую цену не стал работать. Это при том, что ты нормально зарабатываешь при этом. В это включена твоя зарплата. Нормальный трек на фон. Можешь не дать, не дать. В это цену включена твоя зарплата, электричество, зарплата рабочим. Все, это уже, это хорошая зарплата твоя. Нормальная зарплата рабочим. Нормальное качество жидкости. USP, как бы глицерин, пропеллер. Не знаю, при такой цене это должен быть такой объем, что... Себестоимость ТПА 30 или 40 копеек за миллилитр. У капеллы чуть меньше рубля. Ее нужно на жидкость. Фигню. Литр, литр основы стоит доллар, что ли, или чуть-чуть. Жидкость копеечная. Самая дорогая в жидкости, что... Самая дорогая жидкость, которую вы пробовали, самая дорогая, вы не знаете, что, бутылка. Любой, кто говорит, иначе просто пиздит. Это правда так. Когда в топ будешь выходить? Когда, не знаю. Где, как же, топ-то тоже. Поэтому рынок есть, куда падать бесконечно. То есть, вот до этой планки. Это планка и 18%. И это нормально. Это так, как работают люди в мире. Я бы посмотрел, но не на видосе, потому что мы и так уже достаточно наболтали. Если не найдутся дебилы, которые захотят вот настолько все это делать, то все будет хорошо. То есть, тогда рынок выровнится и начнет расти. Тогда просто пока дела обстоят так, нового ничего не выходит. То есть, вот кто сделал чуть новое? Аликс выпустил новый цвет. Почему вообще нигде нету? А мне просто пофигу, потому что мы продали штук 60 мехов на Global Vapor, где ни у кого не было ничего. Правда, даже здесь я еще даже не считал. Ну, типа, ну это камон, это мех от меня. Я сделал недорого для своих, по красоте. Он хорош, он идет со скиллом. Смотрите, какой он. Мы позже его покажем, потому что у меня есть с блатным номером теперь. Какой, кстати? Ты что, не помнишь? Я не помню, правда. Шел второй день в Apexpo, и у меня оказался 0111. Я хотела 69. Сейчас после видоса будет типа, слушай, отдай мне мех обратно. Я хочу найти человека, чтобы все же не было. Ты сильно удивишься, была жесткая установка, все эти номера изъятия с оборота, и пустить с аукциона. Ну, ладно, вкусням. И мне это и говорил, что его собирались пустить с аукциона, но вот тебе мех. А ну, она, позиция-то не изменилась, отдали так отдали, да, хорошо. То есть, вот сделали все клево, да? А ну, вот если на каком-то этапе, вот что-то идет не так, то все идет по звезде. А ну, вот надо просто жестче контролировать. Люди очень сильно устали. Очень много народу, очень тяжело. Ну, типа, вот, видишь, продается дохидища всего. А остальные, у кого нет продаж, так они просто одно и то же привозят. Они привозят, они привозят одно и то же каждую выставку, и каждую выставку у них все меньше продаж. Странно, почему же так? Когда они начнут делать что-то новое, тогда они-то думают, склады, которые они миллионами накрепали это говно, потому что по-другому просто невыгодно это делать. Копеечный товар с максимальной накруткой и все. Сейчас все это кончится, найдется, пойдет что-то новое, пойдут новые устройства на рынок. Придут люди, которые будут заходить только с тугими девайсами. Ну, типа, ну, ты понимаешь, ну, типа, сигаретная тяга, всякое такое, то есть массовый рынок. То есть, когда выпустят устройство, с которым курички легко смогут перейти на электронные сигареты, будут накуриваться, и будет хорошо. Вот если кайфун будет стоить 10 баксов, и сетапскую... Тогда все будут ходить с ним. Да. Да. Да, и тогда и рынок просто взлетит. Я вчера попробовал, у меня, ну, типа, я совместно с ребятами говорил, типа, дайте, что, как это тут, я пробую. Я офигел. Нет, это классно. Это, это, то есть, вот с этим просит любой. Но, но у них, бля, у них элитарные цены, они топовые, чуваки, знаешь? Найти парней, сделай то же самое в Китае. Чуть-чуть другое, и пустить. Хорошо пропярить, рынок так с гору полезет. Просто, когда курильщик будет, на, сколько, 600 рублей, закид. Кайф, заверните 5. Да, все. Все, мне и рост. Каждый, типа, пожиже налить, я их просто менять буду. Да, да, да. Батарейка кончилась, выкинул, дайте другой. Все просто, ну, бро, никто не топит за индустрию. Короче, все будет хорошо. Все будет отлично. Ты что, можешь сказать в завершение? Люди не будут тупить, все будет хорошо. Если люди не будут тупить, все будет хорошо. Если люди не будут тупить, все будет хорошо. Так, это за Вероника. Эпилог, знаешь, черный экран, заставка всему, пиздец.